А еще здесь разрешены митинги, одиночные пикеты, и у власти не находится один и тот же человек уже 20 лет. Привет, просветители! Буквально пару дней назад мне стукнуло 36 лет. Принимаю поздравления в комментариях. За последние годы я несколько раз праздновал свой день рождения за границей. Дальше что-то на богатом. В прошлом июле это были Мальзивы, до этого Кипр, Турция, Египет. Вот и сейчас я встречаю старость не дома, а в Бишкеке, Кыргызстане. Я здесь нахожусь в середине апреля и уже давно обещал вам ролик с впечатлениями об этой стране. В общем, возвращаю долг. Может быть когда-нибудь очередь и до рум-тура дойдет. Но это не точно. Очень важное уточнение, которое, естественно, все равно никто не услышит, но я должен его озвучить. Я буду говорить только о своих впечатлениях. На истину в последней инстанции я не претендую. Хотя хотелось бы. Кроме того, я отношусь к категории цифровых кочевников. Людей, которые могут работать из любой точки мира. Да, я знаю, как мне повезло. Поэтому мой опыт, естественно, очень сильно отличается от опыта условного преподавателя, который приехал сюда в государственной школе работать. Опять же, у меня нет детей и я не планирую здесь устраиваться на офисную работу. 36 градусов за окном какая работа? Поэтому о детских садиках, трудовом законодательстве и прочих серьезных темах не ко мне. Мы здесь всего лишь о русофобии собрались поговорить. Вот где самый вкусный ледяной чай купить, это ко мне. Подписывайтесь на мой телеграм, там все в подобной красоте. В общем, этот ролик будет полезен в первую очередь всевозможным айтишникам и туристам. Искренне советую всем рассмотреть Кыргызстан как следующее место своего бюджетного отдыха. И курорты Краснодарского края. Вопрос, который я чаще всего получаю, а как там относятся к русским? Ну и вдогонку, а вас вообще кто-нибудь понимает? А я слышал, что русских унижают. Я вот тут тоже недавно статью на Яндексе нашел, в которой утверждалось, что либеральные средства массовой информации Кыргызстана только и мечтают об уничтожении России. Ну и всех русских. Никаких проблем из-за внешности и русского языка у меня не было. В Бишкеке проживает огромное количество, скажу так, людей, которых вы бы скорее всего приняли за русских. Ну, к примеру, я немец, но меня, естественно, воспринимают русским. Белой вороной вы точно здесь не будете. Никто на вас особого внимания не обратит. Опять же, я говорю про Бишкек, город-миллионник. За два с половиной месяца я ни разу не встретил человека, который бы не знал русского языка. Таксисты, продавцы, работники музеев, просто люди, с которыми мне приходилось общаться на улице, все знают русский язык. В магазинах все надписи дублируются на русском. Все вывески тоже на двух языках. Более того, если вы увидите какой-то баннер только на одном языке, скорее всего, это будет русский. В моей любимой кафешке с Бабл Ти меню на трех языках. Русском, английском и... Китайском. А где крыгызский? Вот уж чего-чего, а языковых трудностей у российского туриста точно не будет. Не волнуйтесь, вас поймут. Если шанс встретить вечером на улице гопоту, который ненавидит всех не-кыргызов, наверное, так и в Москве есть шанс нарваться на врагов всех неславян. На улицах можно услышать кыргызскую, китайскую, английскую, индийскую, но в первую очередь русскую речь. Ну и теперь, когда, я надеюсь, вы убедились, что никто вас прям у самолета не начнет душить с криками «ты русский», можно перейти и к другим темам. Как россиянину попасть в Кыргызстан сейчас? Так же, как и год назад. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Никакая виза не нужна. Въехать можно как по обычному паспорту, так и по заграну. Если планируете остаться больше, чем на месяц, то именно загран советую. По нему проще будет отследить нужные даты. Ну или сохраните билет. Через 30 дней, если вы все еще тут, нужно оформить регистрацию. Стоит она рублей 200. Я снимаю апартаменты в отеле, поэтому у меня с регистрацией проблем не было. Вместе с администратором поехали, вместе отстояли очередь, и теперь я на абсолютно законных основаниях могу здесь находиться полгода. После этого можно будет ту же самую процедуру еще повторить несколько раз. Но если вы снимаете квартиру, то нужно будет договариваться с владельцем. Обычно прямо в объявлениях указывают, что собственник согласен сделать регистрацию. Когда этой весной я выбирал место для временного переезда, да, я все еще планирую вернуться в Россию, вопрос работы банковских карт, безусловно, был на одном из первых мест. И в этом плане Кыргызстан это просто рай для россиян. Здесь работают карты МИР. Деньги можно снять практически в любом банкомате. За все время оплата в магазине у меня не прошла, ну, может быть, раза три. В общем, приезжайте с МИРом. Во всех смыслах. Есть у меня ощущение, что если ничего в банковской системе Кыргызстана не изменится, а надо понимать, что сейчас все везде меняется достаточно быстро, стоит ожидать притока банковских туристов. То есть тех россиян, что приедут сюда для оформления визы или мастер-карты. Условия зависят от конкретного банка. Где-то оформляется очень быстро, где-то в течение недели, где-то нужна регистрация, где-то вообще никаких документов, кроме паспорта, с вас не потребуют. Именно в тот момент, пока я записываю этот ролик, вот эта информация начинает устаревать прямо на глазах. До прошлой недели и до повышения курса доллара в России здесь были максимально выгодные цены для россиян. Когда я приехал в апреле, за 1 рубль давали приблизительно 0,96 сома. Это местная валюта. В июне же 1 рубль стоил уже 1,4 сома. И если учитывать, что цены здесь приблизительно российские, ну, может быть, чуть-чуть дороже на еду, а оплачиваете вы все по карте мир с очень выгодным курсом, я не знаю лучшего места для покупки техники. OLED-телевизор от LG дешевле 70 тысяч рублей? Эээ, yes, please! Именно в Бишкеке я обновил парк техники. Камеру, микрофон, свет, и все это вышло мне гораздо дешевле, чем в России. Спасибо, Кыргызстан, и спасибо всем, кто помогал на стримах. Ну и дополнение для геймеров. Здесь легко можно купить PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo OLED. Все в свободном доступе. Но, правда, как я уже сказал, курс поменялся. В общем, лавочка прикрылась. Следующий шок-момент – это цены на такси. Если вы жили в Москве, то тут вы из такси просто вылезать не будете. За 300 сомов вы из одного конца города в другой доедете. Здесь, кстати, работает Яндекс.Такси. Но российскую карту, даже мир, прикрепить нельзя. И если уж заговорили о дорогах, то главный минус Бишкека для меня – это полный неразбериха с ПДД. Каждый раз, когда я стою у светофора, я не могу быть уверенным, что меня кто-нибудь не собьет. Вот вроде бы – зеленый свет, проходи пешеход. Но нет, машины продолжают ехать. Идет толпа людей, и кто-то из-за поворота вылетает. У меня сложилось впечатление, что здесь зеленый свет на зебре – это зеленый свет для всех. Бишкек как туристический центр мне понравился. Здесь есть красивые улицы, интересные здания. А если вы любите советскую архитектуру, то этот город и вовсе обязателен к посещению. Но просто прогулки по улицам вас вряд ли поразят. А вот если вы хотели посетить Швейцарию, ну, альпийские луга, коровки, горы, водопады, а столько денег у вас нет – срочно приезжайте в Кыргызстан. Местные туристические фирмы с радостью и за весьма символическую плату и в горы вас отвезут, и луга покажут, вот вам и горные озера, и водопады, и ущелья. Ну вот, кстати, вид из моего окна. Эта фотография в Телеграме подорвала несколько патриотичных попок. Вы пытаетесь доказать, что Россия хуже. Внимание, я просто написал, что это вид из моего окна. Очевидно, этим я оскорбил Россию. У Кыргызстана есть огромный потенциал в плане природного туризма. Здесь потрясающие горы в 10 минутах от столицы. Есть и пляжный отдых на озере Сыкуль. Добраться туда можно без проблем. И летом состоятельный Бишкек, в общем-то, туда и перебирается. Можно в Кыргызстане увидеть и просто потрясающие ландшафты, напоминающие американский Гранд Каньон. Всем советую посмотреть ролики о природе Кыргызстана на канале Касё Гасанова. И именно после его фотографий в запрещенной соцсети я решил для себя, что обязательно здесь побываю. Если что, это не реклама. Если вас не особо интересуют природные красоты, но вы любите вкусно поесть, то вам Бишкек. Горы здесь и из центра города видны, а вот кафе и ресторанов просто море. Я не утрирую. Здесь реально на каждом углу по кафешке. Местная, турецкая, европейская, китайская, японская кухня. И да, со службами доставки тоже все норм. Аналоги и деливери присутствуют. Если кафе не для вас, то тут два пути. Супермаркеты, аналоги пятерочки. Это глобусы и фрунзе. И рынки с фруктами. Это моя остановочка. Каждую неделю я отправляюсь на рынок. Черешня, клубника, малина, абрикосов с персиками просто море. Два килограмма персиков за 100 сомов в последний раз купил. Взрыв мозга. Нет денег? Приезжай в Бишкек питаться фруктами. А какое тут мороженое на каждом углу? Обычное, жареное, в гонконгской вафле, фруктовое, коктейли. Повторю, за фотографиями этого добра ко мне в телеграм. У меня даже отдельная рубрика есть. Единственное, Макдональдса нет. Поэтому покупаешь стакан ледяного чая, жареную мороженку и бегом в ближайшую кафешку. Почему бегом? Это чтобы на солнце не сгореть. Я приехал в середине апреля и в первую же неделю была температура плюс 30. И я, а мне здесь определенно понравится. Если вы плохо переносите жару, то вам точно не в Бишкек летом. У меня с этим проблем нет. Перед вами человек, который в середине июля в Египте на экскурсию в долину царей отправился. Ну, подумаешь, на улице плюс 45. Тутанхамон, жди. Летом все отправляются на Иссыкуль. Там прохладнее, там вода и опять же горы. Огромная проблема Бишкека это смог зимой. Говорят, что дышать здесь в зимние месяцы максимально тяжело. BBC утверждает, что в 2019 году воздух в Бишкеке в один из дней вообще был самым грязным из всех городов мира. Такое себе достижение, скажем честно. Те, кыргызы, с кем я общался, неоднократно подчеркивали. У нас светское государство. Да, большинство людей исповедуют ислам. Но это не исламская республика. Понятно, что чем дальше от центра, тем больше влияние религии. Но если говорить о Бишкеке, а в этом видео я о нем и рассуждаю, но надо помнить, что каждый шестой житель Кыргызстана и живет в столице. Здесь вы встретите очень мало женщин в паранже. Макияж, короткие юбки, шорты, все это присутствует. Ну, плюс-минус, как в Москве. А еще прикольные прически, цветные волосы, в том числе и у парней, аниме-фестивали, западные фильмы в Аймаксе, внимание, на русском языке, Netflix, Amazon Prime и прочие западные прелести. Мне кажется, очень важно отметить, что официальный Кыргызстан положительно относится к туристам и выходцам из России. Неоднократно власти и представители бизнеса призывали граждан тепло принять россиян, потому что это в первую очередь деньги. Мысль, что россияне сейчас приедут в Бишкек, а потом начнут кричать «Нас притесняют! Путин, помоги!» Безусловно, у кого-то присутствует, но от тех же бизнесменов можно услышать. Приехали не сторонники путинского режима. Уезжают из России люди, которым важна свобода. Для многих Кыргызстан первый этап релокации. И для страны будет максимально выгодно, если все эти айтишники в итоге остановятся не в Турции и Кипре, а здесь, в Бишкеке или на Иссыкуле. Зачастую переезжают целые фирмы, а это дополнительные рабочие места и налоги. Появляются высококлассные специалисты, которые могут дать буст местным организациям. Уже официально и неоднократно звучали призывы сделать Кыргызстан идеальным местом для цифровых кочевников. Такие люди, как я, да, я не умру от скромности, привлекают сюда туристов, рекламируют страну, тратят свои деньги. И вот это стремление удержать, а не топай отсюда по наехавшей, выгодно отличает Кыргызстан. Здесь действительно очень гостеприимные люди. Ну и недавно даже специальный закон приняли. Естественно, я рассуждаю со своей колокольни. Я работаю удаленно, что уж скрывать, не считаю каждую копейку. Опять что-то на богатом. Поэтому для меня Бишкек открывается с одной стороны. Здесь вкусно, красиво, удобно, быстрый дешевый мобильный интернет. Кстати, топ-3 в мире. Никакой VPN мне не нужен. Вот свобода слова, вот фрукты, вот Netflix. Нет двух латинских букв. Но есть и другая сторона. Мизерные пенсии, крошечные зарплаты бюджетников. Знакомые истории не находите? Поэтому, если отправляться сюда в поисках работы, это прям смелый шаг. Я здесь все же как турист. И поэтому вижу другую картину. И эта картина прекрасна. Думаю, на этом мы сегодня с вами закончим. Если вам понравилось это видео и вы хотите меня поддержать, обязательно поставьте лайк. Кроме того, не забывайте подписываться на мой телеграм. Там интересно. А я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.